В Крым приехал слэм. У нас в гостях сегодня Вячеслав Исаков. Доброе утро. Доброе утро. Привет, всем привет. Ну, я знаю, что в Крыму уже не первый раз, и насколько сильно отличается зимний Крым от центральной части России. Вас не удивило, что у нас нет ни снега, ничего? На самом деле в Москве так же. То есть в Москве сейчас нет снега. Больше, скажу, в декабре дождь шел. То есть вот настолько. То есть выровнялись, да? Да, да, да. Позвольте, все-таки, не согласиться. Климат у нас с вами отличается. У нас немножко теплее. Это у нас просто пока совпадает. А вообще, на самом деле, устойчивый зимний покров у нас в Симферополе, в частности, не выпадает. Поэтому, пожалуйста, приезжайте к нам почаще, особенно зимой. Хорошо. Вопрос вам сразу, так сказать, в лоб. Какие силы небесные вас сегодня привлекли к нам на полуостров? Сегодня будет выступление, выступание на таком мероприятии, как День студента. Ну, а ведь, наверное, хочется показать что-то яркое, да? Зажечь. Какую концертную программу приготовили? Чем будете, в принципе, удивлять, может быть, даже? Ну, я всех фишек не буду раскрывать, на самом деле. Ну, чуть-чуть, пожалуйста. Ну, будет, скажу вкратце, очень движово. Будет все очень ярко, очень динамично. Вот так. Это все. А я не могу сказать больше, ну, иначе, а как, как я это все расскажу? То есть вы держите завесу тайны? Ладно, тогда, конечно, конечно. Узнают те, кто будут там сегодня. Вячеслав, ну, я надеюсь, вы не откажете мне в такой моей маленькой просьбе все-таки другую завесу открыть мне. Я тоже музыкант, признаюсь честно. Так. Вот у вас потрясающая дикция. Вы очень техничный рэпер. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, как вы достигли, какими упражнениями такого у вас совершенства? Ну, вот в том-то и дело, что я не тренировал это специально. Я просто переслушивал треки, ну, именно рэперов, и просто повторял за ними, и все. Я не учил скороговорки, там, корабли лавировали, лавировали, да не выловировали и так дальше. Я просто перечитывал других людей. То есть божий дар? Какой божий дар? Нет, просто практика, просто практика. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать все-таки божий дар, потому что я знаю очень многих наших коллег, которые, чтобы достичь дикции, уж столько трудились, а у вас, видите, как... А вы даже... Я же тоже не за день это сделал. Несколько лет ушло, наверное. Вы сказали, что вы, так сказать, брали пример с лучших образцов. Кто для вас послужил такими вот образцами? Ох, ну, я начал именно заниматься музыкой, что-то пытаться писать в 14 лет, мне 25 сейчас, вот. Вот. Сперва я слушал американскую музыку, американский рэп, это был Eminem, 50 Cent, вот. А у меня, кстати, новый альбом тоже вышел, да? Нравится, нравится? Да, очень, очень нравится. Хорошо, да? На самом деле, да. Вот. А я потом узнал о русской музыке, о русском рэпе. Вот там, Саша Эстэ, 2517, в частности, Ant, ну и так далее. То есть раньше я слушал больше хип-хопа, сейчас я меломан, я слушаю все абсолютно. Как сделать трек, который выстрелит? Не знаю. Ну, у вас же так вышло, что появились удачные, ну, тут именно те такие движевые, качевые треки, которые пользуются популярностью. Ну, это такой вопрос, как сделать хит. Да. Ну, у него нет рецепта. Если бы знал, мне кажется, ну, меня бы каждый трек выстреливал. Ну, наверное, так. Просто работаем, работаем, пишем песни, которые нам нравятся, вот. И люди это чувствуют, и какой-то трек заходит больше остальных, ну. А тяжело вообще удерживаться на плаву в том, в плане, делать музыку не только модную, но и так, от которой кайфуешь сам? Или вот именно такая и получается? Ну, пока что я делаю то, что я сам люблю, на самом деле. Ну, мне каждый, от каждой песни я кайфую. Я не люблю свои песни, я самокритичный, просто похоже. Мне только одна песня своя нравится. Которая? Секрет называется, такая лирическая композиция. Вот. Ну, потому что она была написана прямо в такой, в таком душевном состоянии, в грустном взломе, даже так скажу. Вот. Все вылил на бит, на музыку. И как-то полюбил эту песню. Скажите, а вот какие-то, ну, скажем, профессиональные музыкальные знания вам необходимы? Там, ну, не знаю, нутная грамота или что-то еще. Чем-то из этого багажа вы пользуетесь? А, вот я не заканчивал, ну, ни музыкальную школу, ничего такого. Как бы сам самоучка, не учился вокалу. Но, на самом деле, это было бы полезно. И вот сейчас я планирую уже ходить к репетитору, подтягивать. Вот. Нутная грамота, это все, на самом деле, полезно. Это нужно, да? Это не обязательно. Это нужно рэперу? Ну, это же желательно, если хочешь выходить за рамки рэпера. Да, именно развиваться. То есть вы собираетесь выходить из этого рамка? Конечно, мне интересно и петь. Мне интересно, там, понимать, вникать в сведение композиции, в сведение музыки. Вот. Как-то участвовать в этом во всем. Потому что порой звукорежиссеры, они сводят трек, да? То есть доводят его до готовности. А что-то мне не нравится. А я не могу им объяснить, что именно. Я как-то ориентируюсь на... Ну, вот здесь чуть потише. А если бы я знал терминологию, я бы сказал уже, вот, слушай, вот здесь прибери, там, реверы прибавь и так далее, и так далее. Очень крутой подход. Вячеслав, вновь вопрос. Буквально минуту назад вы сказали о том, что собираетесь расширять свои границы и рамки. Скажите, вот через пять лет как вы видите себя? Кем? В каком жанре? Это такой вопрос, на самом деле, интересный. Но вы не задумываетесь о будущем? Ну, вот настолько... Пока еще не думал. Наверное, надо. Наверное, может, другого спросите, да? Кем ты видишь себя через пять лет? Он прям скажет таким, таким, прям по полочкам разложит, я не могу так сделать. Пока не знаю. Я только могу сказать одно, что в музыкальной сфере однозначно. Вот. А Оля конкретно. Я хочу, может быть, мы можем что-то проананонсировать? Какие-нибудь новые композиции, треки готовите? Да, дата выхода. Вот следующего трека я могу назвать? Да, конечно, да. С 7 февраля выйдет новый трек. Я люблю экспериментировать, поэтому у меня практически каждая песня, она отличается от другой. Вот. Тут, я думаю, я всех удивлю. Кто знает меня, кто слушает, они скажут, да ладно, это ты сделал. Вообще не в своем стиле, да? Немного даже не в своем, да. Но мне очень нравится эта песня, она прям... Я уверен, девушки будут плакать, наверное, настолько парни просто... Вот так будут реагировать, да ладно. Смотрю, ну, род, который хочет, чтобы девушки плакали. Ну, при этом будем надеяться, что это будут слезы такие... Радости. Радости. Нет, да, 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 обязательно. Вячеслав, вот вы говорите, экспериментируйте, ищите новые формы. Ну, я все-таки, как тоже человек творческий отчасти, точно знаю, что всегда нужно искать какой-то источник вдохновения. Где вы черпаете? Это все на самом деле. Какая-нибудь ситуация, любое событие в жизни, которое произошло. Абсолютно, любая эмоция. Я даже могу вот мимо девушки, незнакомой девушке... Нет, это очевидная эмоция, которая может, так сказать, подвигнуть на творчество. Даже не те, вот... Да, ага. Деталь, да? Да, деталь просто, да, если она мне понравилась, к примеру, а мы просто прошли мимо. Я приду домой под эмоциями, могу так все развернуть прям, то есть вот целую песню написать именно. Не знаю, но обычно песни пишутся либо в злом состоянии, либо в грустном. Должна быть эмоциональная встряска, да? Ну, по-любому обязательно. Хорошо, состояние влюбленности для вас, это грустное или злое состояние? Нет, это скорее доброе состояние. То есть в таком состоянии не пишут? Нет, оно тоже влияет. Влияет, влияет. Просто, когда у тебя все хорошо, вот я, у меня был такой период, я попал в зону комфорта, у меня все, казалось бы, все хорошо, все есть, и я не мог писать песни. Месяц я не мог ничего нормально написать. Поэтому я пошел уже целенаправленно искать приключения, я не знаю, как-то... А как вы ищете приключения? Есть такой момент. Ну, интересно просто, это бар, это какой-то концерт, это, может быть, не знаю, магазин. Подборотня. Да, как это у вас? Ну, по-разному. Если из культурного, это активный образ жизни, куда-нибудь на горнолыжку съездить, да, с друзьями, в общем, попутешествовать, не знаю, даже по городу банально, да, по-своему. Ну, как-то так. Ну, на самом деле круто, когда человек пытается даже подчеркнуть эмоции не из чувственных каких-то моментов, да, а вот именно от природы, от красоты, от, ну, тоже выпусков спортивных всяких моментов. В том числе, да. Да, и вот скажите, пожалуйста, вот мне тоже. В любом случае, когда человек говорит, там, допустим, мама, я хочу быть музыкантом, артистом, журналистом, мама говорит, слушай, давай ты придумаешь что-нибудь другое и будешь юристом, потому что вот эта вся история, она может себя не оправдать. Ваша мама вами гордится? Ну, я думаю, что да, в любом случае бы гордилась, даже если бы ничего не получалось. Ну, конечно же, мама настаивала, то есть я закончил специальность инженер-технолог, вот, я по-любому закончил университет, потому что надо, корочка нужна, на всякий случай, но при этом занимался параллельно музыкой, вот. Мама, она верила, вот, там, год, второй, третий, пятый ничего не получалось, уже там, шестой, седьмой, ну, она просто говорит, ну, по-любому получится. А, то есть поддерживала, не говорила, там, ты ерундой занимаешься, да? А, нет, нет, прям так открыто, нет, может, она считала так, я не знаю, но, нет, верила. И вот, наверное, на десятый год занятие музыкой и что-то начало получаться. Круто. Вот, я, конечно, рада прям. Вячеслав, вот вы сказали, что, и мы сказали, что в Крыму вы не впервые. Ваш первый или не первый приезд в Крыму? Ну, на Тарханкуте, вы были летом, да, насколько я знаю. Скажите, вы успели посмотреть полуостров? По чуть-чуть. Нет, сейчас я вспоминаю, не успел, на самом деле. Это почему любопытство, потому что ведь столько всего здесь прекрасного будет, может, какой-то хит возродится вновь, восхитившись природой Крыма. Я только с радостью бы, на самом деле, прокатился. У нас просто всегда такой график, что мы приезжаем, прилетаем, выступаем, да, потом надо перекусить, там, сполоснуться и уже лететь обратно. Поэтому мы как-то не успели. Тут час до Ялты. Час до Ялты. Все-таки, может быть, к морю можно. А, извините, я даже сказал, можно. До Ялты, до Ялты, да. До Ялты? Ну, я думаю, в смысле, я же не Ялты. В Ялте можно очень хорошо пообедать. Да, там с видом на море можно перекусить. Вячеслав, к сожалению, время подходит к концу у нас беседы, но все-таки я бы хотел вас спросить. Из всех городов нашей необъятной родины, какой-то хоть из них вызвал душевный отклик и, быть может, какой-то опус? Какому городу, может быть, посвящено какое-нибудь произведение, да? Да. Нет, именно песню не посвящал, но, конечно же, у меня в сердце это Казань. Я сам родом из Альметьевска. Это два города, Альметьевск и Казань. Это республика Татарстан, может, вдруг, не знаете? Знаем. И бывали даже когда-то. А, здорово, здорово. Вот, я в Альметьевске прожил 18 лет, а потом уже мы переехали в Казань. Поэтому для меня это прямо два родных города. Вот скоро я поеду туда на недельку. Просто там душевно отдохну, наберусь сил. Мы желаем, чтобы действительно это был кайфовый отдых. Спасибо. Вячеслав, еще мы желаем вам, чтобы вы внимательно изучили наш полуостров, насладились его красотами и сделали какой-нибудь такой хит, который просто взорвет всю страну, даже ту страну полмира, как минимум. Спасибо большое, обязательно. Обязательно. А напоминаем, что в гостях нашей студии Вячеслав Исаков, музыкант, рэпер. Большое вам спасибо.